Программу представляет магазин «Всё для Apple Fresh Store». ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Меня зовут Ксения Шамова и программа «Да! Деловая аннотация», где я знакомлю вас с новинками бизнес-литературы. Сегодня книга о том, что может произойти с компанией, когда лидер, возглавлявший или основавший её, покидает пост. По разным причинам. Компания Sony и Accio Morita. Polaroid и Edwin Land. Microsoft и Bill Gates. Apple и Стив Джобс. А вы задумывались, что останется после вас – расцвет компании или закат? Когда я говорю «эппл», в этот момент всегда вспоминаю историю, как создавался в Кирове магазин по продаже техники Apple Fresh Store. Тогда мало у кого была техника с фруктовым символом – надкушенным яблоком. И создавая магазин в Кирове, основатель главным принципом сделал сервис в работе с клиентами. Задача была не просто продать технику, а настроить и объяснить. Fresh Store – компания, которой лично я доверяю и рассказываю своим друзьям. Представляю книгу «Мак-журналиста», автора четырёх книг о Стиве Джобсе и компании Apple. Линдера Канни. Тим Кук – гений, который вывел Apple на новый уровень. Рекомендованный возраст 18+. Его называют гениальным руководителем легендарной компании. Им довольны 97% сотрудников. Тим Кук работает в Apple с 1998 года. Чтобы понять, как формировались ценности в течение жизни, и как они постепенно стали сердцем и душой Apple, книга знакомит с обстоятельствами, при которых Кук унаследовал высший пост. Показывает, насколько высоки были ставки, а потом переносит в его детские годы, начало карьеры и время, проведённое в Apple. Говорят, смотрите по действиям, а не по словам. Кук твёрдо верит, что у компании должны быть и хорошая стратегия, и правильные ценности. И вот шесть неофициальных основных принципов управления компанией Apple. Доступность. Технологии должны быть доступны каждому. Образование. Право на качественное образование должно быть доступно всем. Образование. Окружающая среда. Ответственность перед природой. Как никогда Apple прилагает усилия, чтобы стать зелёной компанией. Интеграция и разнообразие. Разнообразие в коллективе этому способствует. А ты сегодня придумал что-нибудь новое? Шутят сотрудники, представляя, что стены увешаны плакатами, так как в компании постоянно думают об инновациях. Конфиденциальность и безопасность. Право на личное пространство и защиту информации в устройствах Apple от посторонних рук. Ответственность поставщиков. Сбережение ценных природных ресурсов. А что дальше? Автомобили строения. Внедрение технологий «Умный дом». Компьютеризация медицины и фитнес-индустрии. Сегодня мы познакомились с книгой Линдера Кани. Тим Кук. Гений, который вывел Apple на новый уровень. На самый популярный вопрос «Сможет ли Кук поддержать динамику Apple?» Он отвечает. Я знал, что могу быть только тем, кто я есть. Я пытаюсь быть самым лучшим Тимом Куком, каким только возможно. Именно это он и сделал. Кук не просто сделал Apple первой в мире компанией стоимостью триллион долларов. Он сделал Apple лучше. И мир вокруг тоже стал лучше. Да, деловая аннотация. Продолжение следует...